Правила пользования московским метрополитеном. Утверждены постановлением правительства Москвы номер 844-ПП от 16 сентября 2008 года. В редакции утверждены постановления правительства Москвы номер 187-ПП от 19 апреля 2016 года. Настоящие правила обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися на территории метрополитена. Несоблюдение требований настоящих правил влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом города Москвы о административных правонарушениях. Общие положения. 1.1. Метрополитен – один из основных видов городского пассажирского транспорта, многие станции которого являются памятниками истории, культуры, архитектуры и охраняются государством. К территории метрополитена относятся станции, входящие в их состав под уличные переходы, межстанционные тоннели, открытые участки, площадки электроподстанций, депо и вентиляционные шахты, вагоны поездов. 1.2. Метрополитен – транспортное предприятие, связанное с повышенной опасностью. В целях предупреждения несчастных случаев с пассажирами и противоправных действий на станциях и вагонах поездов ведется круглосуточное видеонаблюдение с видеозаписью. 1.3. Лица, находящиеся на территории метрополитена, должны быть взаимно вежливыми, уступать места в вагонах поездов инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам, соблюдать чистоту и общественный порядок, бережно относиться к сооружениям и оборудованию метрополитена. 1.4. Метрополитен обеспечивает безопасную и комфортную перевозку пассажиров всех категорий, в том числе отвечающие требованиям по обеспечению доступа инвалидов и иных маломобильных граждан, а также пассажиров с детскими колясками, к объектам инфраструктуры, станции метрополитена, входящие в их состав под уличные переходы, вагоны поездов. Порядок оплаты и условия проезда и провоза багажа. 2.5. Станции метрополитена открыты для входа и пересадки с одной линии на другую ежедневно с 6 часов утра до 1 часа ночи. 2.2. Проход за пределы пропускных пунктов станции метрополитена, а также провоз багажа осуществляется на платной основе, за исключением прохода граждан, которым в соответствии с законодательством установлены льготы. 3. Багаж, сумма измерений которого по длине, ширине и высоте находится в пределах от 121 см до 150 см. 4. Длинномерные предметы, длина которых от 151 см до 220 см, оплачиваются отдельно за каждое место. 5. Количество мест багажа, разрешенного к провозу, не должно превышать двух мест на одного пассажира. 6. Запрещается использование для спортировки багажа колесных средств, за исключением чемоданов, хозяйственных суммах тележек, размеры которых вместе с кладью не превышают по сумме измерений длины, ширины и высоты 150 см. 7. Величина оплаты проезда пассажира и провоза багажа устанавливается в порядке определенным законодательством. 2.3. Пассажиры обязаны предъявить, передать в руки, проездной билет или карту с электронным носителем, позволяющим оплатить проезд или реализовать право на бесплатный проезд, проезд по льготному тарифу. 3. Далее карта. По требованию работников метрополитена, исполняющих свои обязанности на автоматических контрольных пропускных пунктах. 4. Далее КПП. А также должностных лиц Государственного казенного учреждения города Москвы, организатор перевозок, осуществляющих полномочия по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотрено статьей 10.9 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года, номер 45, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Проездные билеты или карта не предоставляют право бесплатного правовоза багажа, подлежащего оплате. 2.4. Запрещается использовать для прохода через АКПП льготные персонифицированные карты, принадлежащие другим лицам, за исключением случаев прохода через АКПП лиц, сопровождающих инвалидов первой группы. 3. Третья степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также детей-инвалидов. 2.5. Разрешается бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет, лыжи и коньки в чехлах, детские велосипеды, детские коляски, санки, рыболовные удочки, музыкальные инструменты и мелкий садовый инструмент, размеры которого не превышают указанных в пункте 2.10.1 настоящих правил. 3. Находясь на эскалаторе, необходимо стоять справа лицом по направлению его движения, проходить с левой стороны, держась за поручень, не наступать на ограничительную линию на ступенях, не прислоняться к неподвижным частям, держать малолетних детей на руках или за руку, не задерживаться при сходе с эскалатора. 4. В условиях увеличенных пассажиропотоков по указанию работников метрополитена заполнять левую и правую стороны ступени эскалаторного платна. 5. Запрещается перемещение по неработающему эскалатору без разрешения работников метрополитена. 2.7. На платформе станции запрещается заходить за ограничительную линию у края до полной остановки поезда, а при его остановке следует освобождать место у дверей вагонов для выхода пассажиров. 6. Пассажирам с детьми следует осуществлять посадку в вагон, пропуская ребенка детей впереди себя. 7. Запрещается посадка в вагон при поступлении информации о закрытии дверей вагона. 8. Мигают красные наддверные огни, идет звуковой сигнал. 8. В вагоне не следует прислоняться к дверям, мешать входу и выходу пассажиров. При подъезде к станции назначения следует заранее подготовиться к выходу. 9. О всех случаях падения людей или вещей на пути метрополитена, возникновения задымления или пожара, а также ситуации, которые могут повлиять на безопасность пассажиров или движения поездов, необходимо немедленно сообщать дежурному по станции, машинисту поезда по связи пассажир-машинист или использовать колонны экстренного вызова. 10. Запрещается провозить в метрополитене находиться с ним в вестибюле станции. 11. Громоздкий багаж, сумма измерений которого, за исключением специально оговоренных случаев, по длине, ширине, двум диаметрам или осям в основании рулона и высоте превышает 150 см, длинномерные предметы, длина которых свыше 220 см. 12. Огнестрельное оружие, колющее и легко бьющиеся предметы без чехлов, упаковки, в том числе лыжи и коньки. 13. Мелкий садовый инструмент с открытыми острыми частями. 14. Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в том числе бытовые газовые баллоны. 15. Велосипеды, за исключением складных, и иные транспортные средства, кроме детских и инвалидных колясок. 16. Животных и птиц вне клеток или специальных контейнеров сумок. 17. На территории метрополитена запрещается. 18. Распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, потреблять наркотические средства или психотробные вещества, появляться в состоянии опьянения. 19. Курить. Создавать ситуации, мешающие движению пассажиры потока. 20. Бежать по эскалатору, сидеть и ставить вещи на ступени поручни эскалатора. 21. Передвигаться по территории станции и по подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках или иных транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок. 22. Проходить и находиться на станции без обуви. 23. Спускаться на пути движения поездов. 24. Подкладывать на пути метрополитена посторонние предметы. 25. Останавливать двери вагонов во время движения остановок, а также препятствовать их открытию и закрытию на остановках. 26. Проезжать в поездах, не осуществляющих или прекративших перевозку пассажиров. 27. Пользоваться безнадобностью связью пассажир-машинист, связью с ситуационными центрами метрополитена и органами внутренних дел на метрополитене, колоннами экстренного вызова, краном выключения дверей в вагонах, рукояткой остановки эскалатора. 28. Осуществлять кино и видеосъемки без письменного разрешения руководства метрополитена. 29. Использовать территорию метрополитена для занятий предпринимательской иной деятельностью без письменного разрешения руководства метрополитена, а также торговать с рук в неустановленных местах. 30. Использовать средства звукоусиления, кроме слуховых аппаратов, за исключением случаев, установленных в ГУП «Московский метрополитен» и прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников. 31. Использовать пачкающие, зловодные одежды с багажом, предметами, продуктами, в том числе напитками и мороженым в открытой таре, которые могут испачкать пассажиров вагоны, сооружения и устройства станции. 32. Засорять и загрязнять сооружения, устройства пути, оборудование, эскалаторы, подвижной состав и территорию метрополитена. 33. Размещать багаж на сидениях-вагонах и скамейках станции. 34. Самовольно проникать в производственные помещения и награжденную территорию метрополитена. 35. Разводить костры менее чем в 10 метрах за ограждением и на территориях внутри его наземных участках линий метрополитена, а также менее чем в 25 метрах от вентиляционных киосков. 36. Подключать электрическую нагрузку к сетям метрополитена без письменного разрешения руководства метрополитена. 37. Наносить повреждения сооружения, устройствам пути, оборудованию и подвижному составу метрополитена. 38. Реализовывать карты и билеты для проезда метрополитена. 39. А также предоставлять проходы по ним за пределы пропускных пунктов станции метрополитена лицам, неуполномоченными на это руководство метрополитена. 39. Препятствовать выполнению служебных обязанностей сотрудникам метрополитена. 40. Не выполнять их законные требования. 41. Приставать гражданам с предложениями купли-продажи, обмена, а также в целях гадания. 41. Не выполнять законные требования народного дружинника при исполнении обязанностей по охране общественного порядка. 42. Заниматься попрошайничеством. 43. Наносить надписи и изображения, размещать информационные рекламные материалы на внешней и внутренней поверхности вагонов поездов метрополитена, а также на сооружение конструкции метрополитена, кроме относящихся к порядку их эксплуатации и или наносимых размещаемых в рамках исполнения государственного контракта или иного договора, заключенного с уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы, государственным монетарным предприятием города Москвы или государственным учреждением города Москвы. 43. Проведение зрелищных мероприятий, в том числе с использованием музыкальных инструментов, кроме мероприятий, проводимых в порядке, установленным в ГУП Московский метрополитен. 44. В следующем видео я ознакомлю вас с правилами пользования Московской монорельсовой транспортной системы. 45. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. 45. Спасибо за внимание. Приятных вам поездок. iviq. 47. У нас в курсе.